Котельную завода впервые запустили 26 октября 1972 года. Со временем её мощность только увеличивалась. И сейчас она обеспечивает теплом и водой не только завод, но и посёлки Зелёный, Новостройка, Новый Зелёный, Солнечный и Матросово. Я как житель микрорайона Зелёный, это тоже как бы обеспечивает нас теплом и горячей водой. Для меня котельная – это уже как родное. Сейчас в теплоцехе, куда входят котельная и тепловодоканал, работают около 70 человек. Продолжают трудиться и ветераны завода. Например, Анатолий Пушкарёв уже 25 лет работает токарем. Работа творческая, так сказать. Тут нету, никто тебе не принесёт технологии какие-то, там чертежи. Уже как бы в крови, уже такое. И уже другую профессию я не представляю себе. Просто, наверное, бы я не смог больше никем работать. На Улан-Удэ Стальмост помнят каждого, кто внёс вклад в развитие котельной. В честь юбилея ветеранам вручили памятные подарки – серебряный значок завода. Я рад за наш коллектив, что до сих пор работают все дружно, и ветераны, и молодёжь. Что для вас котельная в двух словах? Это и молодость, и зрелость, и пенсия. Котельная – это вся моя жизнь. Я уже почти 30 лет в энергетике. А что мы пережили непростые годы реформ, сохранили коллектив. И сейчас добиваемся уже стабильных результатов по надёжному и бесперебойному теплоснабжению объектов и жилмассива города. Юлия Туманова, Александр Семёнов, Ренчин, Павлов, телекомпания АТВ.